Соседи это самая больная, конечно, часть жизни хостельеров, потому что мы априори внедряемся в их постоянную размеренную жизнь. Если брать центральное месторасположение, это, безусловно, старожилы, возрастная аудитория, поэтому просто на человеческом факторе нужно с ними беседовать. Но что по опыту, лучше не приглашать их на чай и пирожки, потому что когда начинаешь с людьми общаться, знакомиться и рассказывать, что вот мы к вам пришли, они немножко начинают смотреть сверху. То есть они понимают, что теперь они будут здесь строить правила. Поэтому мы предложили, что мы ставим видеодомофоны, мы ставим электронные замки на второй вход, на закрытые дворы. Мы сказали, что мы не из тех, кто ночлежка, они, конечно, сначала с сарказмом отнеслись, сказали, что мы бордель будем. Поэтому мы перестали просто улыбаться и конструктивно обозначили то, что или мы делаем здесь замок, или не делаем. Или здесь, значит, будут бомжи спать по ночам, или не будут. И также мы им обратили внимание, что если бы мы были ночлежкой, то вряд ли мы пришли бы и стали с ними знакомиться. Ну, с властями, с кем мы, скажем так, из самых ближайших, это управдом, это участковые. Мы сами пришли, скажем так, на поклон, познакомились, дали все свои контакты, их пригласили в гости. Ну, они до сих пор там в гости не зашли, но если какие-то вопросы были, в том числе по установке кодовых замков, они увидели, что мы готовы к сотрудничеству, абсолютно прозрачно и не прячемся. В чем, собственно, заключается правило? Чего нельзя в хостеле из того, что можно в обычной гостинице? У нас категорически запрещен алкоголь, у нас категорически запрещено хранение наркотических и так далее, веществ запрещенных. То есть даже если гость пришел у нас в нетрезвом состоянии, мы сразу же, мы не стесняемся, подходим к нему и говорим, что он нарушает правила. И, ну, опять же, отмечу, что у нас такого не бывает, но если что, мы его, безусловно, выселим сразу же. Депутат Хованская в своем выступлении сказала, что вот нары арендуют даже без регистрации. Ну, здесь сразу вопрос о том, как, собственно, выглядят нары и что сделано, чтобы, например, постояльцы не имели какого-то соблазна друг у друга что-нибудь умукнуть в процессе аренды нар. И вот эта самая регистрация, как вы ведете учет своих постояльцев, кто они, откуда? Ну, по поводу нармы можем посмотреть, на самом деле найти, как депутат Хованская сказала, это личное оскорбление, так называются наши отдельные места. Все приватно максимально, за шторкой гости получает два локера, один из них запирается на ключ, другой просто для хранения вещей, также две розетки, отдельная бра и большой багажный ящик, в котором может спокойно разместиться два больших чемодана. То гость может закрыться за шторкой, не мешать другим гостям, то есть максимальная приватность. Без паспорта мы категорически не заселяем, без подписанных правил и соответствующего согласия от гостя с ним. Также у нас, если дети до 18 лет, мы также не заселим, если нету нотариальной доверенности от родителей. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается более 300 хостелов, в средний оборот хостел составляет 2,6 миллиона рублей в год. И общий оборот составляет порядка 16 миллиардов в год. Прежде всего, хочется выделить тот момент, что с 1 января 2015 года хостелер может пройти сертификацию. Мы очень долго работали над разработкой этого госта, и теперь появилась такая возможность, что говорит о том, что цивилизованное средство размещения хостел может подтвердить качество своих услуг, заработав действительно такой сертификат соответствия. В будущем, соответственно, это будет являться бонусом при прохождении обязательной классификации, которую мы стремимся также пройти. Пусть это будет категория без звезд, но, тем не менее, это имеет место быть. Еще раз по поводу депутаты Хованской. Как в сообществе хостельеров реагируют на ее слова? Идет ли она на какой-то диалог? И не является ли это просто попыткой попиариться за счет популярной современной темы? Действительно является. Является эта попытка уже не первый раз на пути развития индустрии хостелов. Первый раз мы столкнулись в случае с депутатом Катасонова. В этот раз у нас уже Хованская. Важно отметить, что наш бизнес является модным малым бизнесом. Но он является также модной темой, за которую депутаты стараются пиариться. Наши цивилизованные хостелы называть притонами, это нецелесообразно. Тем самым вы оскорбляете туристов, которые приезжают в любой город. Это говорит о том, что приехала семья, школьники, студенты. Такая социальная более группа людей становится в притонах. Но самое интересное, ни один из себя уважающий цивилизованный хостел не будет стремиться к тому, чтобы не разместить себя на любой системе бронирования. Это говорит о том, что мы себя рекомендуем, мы к себе приглашаем и, естественно, работаем на то, чтобы эта услуга была востребована. Поэтому здесь встает вопрос, что да, действительно проблема существует. Проблема какая? На нашем рынке сформировались недобросовестные предприниматели, называемые так антихостелы. Да, пожалуйста, здесь нужно принимать действительно серьезные меры. Но здесь важно понять, кто есть, кто на нашем рынке. А для этого есть бизнес-сообщество, которое покажет. Есть цивилизованные хостелы, проходящие сертификацию, классификацию. Есть антихостелы, которые нужно действительно закрывать. На сегодняшний день та проблема, которую ставит перед нами госпожа Хованск, она объединяет нас по всей России. Было принято решение работать в направлении организации митинга.